Здравствуйте! Это ток-шоу «Вам слово» и ее ведущие Алена Рябова и Александр Воронин. И сегодня мы обсуждаем квартирный вопрос. Только за два последних месяца 2011 года цена за квадратный метр в Благовещенске выросла на 3-4%. И сегодня цена за квадрат на первичном рынке 55-60 тысяч рублей. Таким образом, двушка площадью 70 квадратных метров на пересечении улиц, к примеру, Зейская-Новая, сегодня стоит 4 миллиона рублей. Итак, сегодня мы обсуждаем квартирные вопросы в Преамурье. И наш первый гость – обычный молодой человек, который хочет отдельную квартиру, но никак не может ее купить. Итак, Даниил Сакович, встречаем! Здравствуйте, Даниил! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, почему вы не можете купить квартиру? Ну, условия ипотеки в данный момент такие, что у меня нет денег на первоначальный взнос. То есть, а скопить их практически нереально, потому что каждый год цена на квартиру увеличивается больше, чем я могу за этот год скопить. Сколько примерно первоначальных взносов вам нужно сегодня отдать? 300-500 тысяч. 300-500 тысяч рублей? Да. Это по условиям ипотеки на сколько лет? На 20 лет. На 20 лет. Скажите, Даниил, сколько вы зарабатываете? В районе 25 тысяч. Это получается, чтобы накопить на первоначальный взнос, вам нужно работать около, ну, точно больше года. Больше года откладывая полностью свою зарплату. Да, и ничего не есть. Я думаю, сейчас стоит пригласить на сцену человека, с которым Даниилу будет очень интересно познакомиться и пообщаться. Это заместитель генерального директора компании, которая занимается продажей квартир, Сергей Викторович Смородников. Сергей Викторович, пожалуйста, на противоположную сторону. Сергей Викторович, ну, нам в первую очередь надо понять, что же происходит на квартирном рынке Амурской области. Какие тенденции? Во-первых, у людей появилась возможность приобретать это жилье, так как заработали федеральные областные программы. По статистике город Благовещенск входит в пятерку самых дорогих городов, да, по стоимости квартир. Так ли это? Совершенно верно. На первом месте идет Москва, там цена за квадратный метр более 180 тысяч квадратов. Потом идет Санкт-Петербург, Московская область, Екатеринбург. И мы вместе с Хабаровском занимаем пятое-шеестое место. Сергей Викторович, ну, давайте скажем так, максимальная стоимость квартиры, да, в Благовещенске и в Амурской области и минимальная. Давайте возьмем двушку. Самая минимальная цена, 50 тысяч за квадратный метр, мы ее умножаем, грубо говоря, на 60, получаем цифру. Ну, а максимальная цена будет зависеть, естественно, от квадратов, какое жилье люди хотят приобрести, такой результат получают. Получается минимальная 3 миллиона рублей, 50 умножить на 60 квадратных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! С чего складывается такая цена, мы сейчас узнаем, пригласив на сцену нашего очередного гостя. Директор крупнейшей строительной компании города Александр Николаевич Синьков. Александр Николаевич, пожалуйста. Итак, Александр Николаевич, вопрос животрепещущий. Из чего у нас складываются цены на жилье? Почему они такие высокие? Ну, самый главный тариф для любого строителя, для любого производителя – электроэнергия. Как правило, она динамична, каждый год растет. И начинается процесс повышения цен. Сразу кирпич, цемент, металл и прочее, прочее, сразу повышаются цены. Естественно, повышается и повышается цена на жилье. 30%, примерно до 30% мы просчитали. У нас составляется, себестоимость жилья состоит из подключения. То есть, это 1 гигкалория, подключение тепла, это канализация водопровод, это тоже оплачивается, это электроэнергия. То есть, это вот где-то составляет около 27-30% себестоимости жилья. Итак, 30% строим материалы, 30% электроэнергии? Нет, 30% нет. Мы строим материалы и дальше. 30% у нас – это все подключения. Так, а далее остальные 70%? А далее уже все идут, складываются, материальные ресурсы, электроэнергии и прочее. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к Даниилу теперь. Сколько, по вашему мнению, должна стоить квартира, чтобы вы могли позволить себе ее купить? Стоимость квартиры, по моему мнению, не должна превышать 2 миллиона, чтобы она была доступна для большинства людей. 2 миллиона на сколько квадратных метров? Сколько квадратных метров? 50-55. Стоимость квадратных метров? 50-55 квадратных метров квартира, 2 миллиона рублей. Это в среднем 40-42 тысячи квадратный метр, да? Но она в среднем, цена идет сегодня по городу Булгарьевский такая. Действительно ли так средняя цена такая по Булгарьевскому? Ну, у нас в среднем где-то 50 тысяч квадратных метров получается. Расходятся как-то данные статистические немножко. Так, ну у нас, смотрю, появились вопросы в зале. Давайте туда спустимся, да? Пойду я. Револец Денис, молодежный парламент, город Азия. Риелторская компания. Зачем нужна нам риелторская компания? Зачем нужна вот этот промежуток, который просто на халяву срубает деньги? Переплата. Зачем вы нам нужны? Деньги в никуда. Денис, я ответил, у меня нет в риелторской компании. Правильно, Александр Михайлович. Дело в том, что за услуги риелторской компании берут 2%. Полностью вся работа происходит от пункта А до пункта Б. То есть вся юридическая служба, все зависит от стоимости квартир. Если это 2 миллиона, это 40 тысяч рублей. Да ерунда. 40 тысяч, не 50 тысяч. Где миллион, куда он девается? Это как раз ваши 2%? Еще раз хочу сказать, что всего берется услуга 2%. Туда входит полностью вся работа юридической службы, собирается весь пакет документов, работа с ипотечным кредитованием. Полностью оказывается вся помощь населению. У меня вопрос по чистой прибыли риелторской компании и строительной. Не секрет, что у строительных компаний чистая прибыль превышает 500% с продаж. У риелторской компании я такой информации не обладаю. Может строительная компания и риелторская затянуть пояса и снизить стоимость квадратного мертра жилья для людей в городе у нас? Как в этой ситуации? Спасибо за вопрос, Денис. Ну, меня, конечно, убили на повал. Хотя я крепкий парень. Значит, 500% это, понимаете, из области фантастики. Это исключено. Я думаю, что сегодня в среднем, если так говорить, в среднем проценты, ну, где-то до 30-40% прибыль. Строители, риелторы, все понятно. Даниилу что делать? Как ему жить-то дальше? Где квартиру взять? Нет, можно я отвечу, да? Можно я отвечу? Даниилу я ему сказал сегодня, ему повезло. Он попал на экран, зачем? Я думаю, что он поимеет после этого квартиру. Квартиру от Амурстроя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ипотечного агентства Геннадий Алексеевич Осипов. Итак, Геннадий Алексеевич, вот у нас есть Даниил, которому недоступно ипотечное счелье, который не может купить квартиру. Вот что ему делать? Ему первоначальный взнос просто не по силам. Вы знаете, стандарты устанавливаем не мы. Стандарты устанавливает вот для нас, как для Амурского ипотечного агентства, а агентство по ипотечному жилищному кредитованию, город Москва. То есть это российское, которое утверждено правительством России. Стандарты, которые, стандарты по выдаче ипотечных кредитов в банках устанавливают непосредственно сами банки. Мы можем выдавать тоже на период строительства до 10% как первоначального взноса. То есть если у Даниила будет 10% от стоимости квартиры, мы сможем выдать ему кредит. Но это уже будет соответственно на большую сумму кредит. Здесь надо смотреть его доходы. Сможет ли он оплачивать этот кредит ипотечный ежемесячно. Соответственно, там будет еще страховая сумма, которую он обязан будет каждый год оплачивать. Но вот у него доход 25 тысяч рублей. Да. Он может взять на свои 25 тысяч ежемесячные заработные платы кредит в районе чуть больше миллиона. Это сколько квадратных метров? Все зависит от стоимости. 20. 50 тысяч? 20. 20 квадратных метров. Гостинка. У вас устроит такая квартира? Это сложно назвать квартирой, тем более сейчас очень сложный вопрос с гостинками, не ясный. Это единственный вариант, это комната в общежитии. Государство как-то может помочь Даниилу какими-то социальными выплатами? У нас просто беспрецедентные меры на сегодняшний момент. Не просто на Дальнем Востоке, а в целом по России. Вот представьте, и разобьем так на группы, вот эти вот меры областной поддержки нашей. Это первое, социальная выплата на первоначальный взнос в размере до 20%, но не выше 400 тысяч рублей. Для бюджетников и для молодых семей, один из членов, который работает в бюджетной сфере. Это вот такой вот блок может получить первоначальный взнос. Значит, второе, это субсидирование процентной ставки. У нас любой житель Амурской области может получать субсидию на гашение процентной ставки по ипотечному кредиту в размере ставки рефинансировать. На сегодняшний момент она является 8%. То есть, если вы взяли кредит под 11%, соответственно, 8% в течение трех лет вам субсидируется из областного бюджета. То есть, практически, реально вы оплачиваете только 3%. У нас есть небольшая тематическая справка по поводу того, о чем сейчас говорилось. За 2011 год в Преамурье было введено 230 тысяч квадратных метров жилья. Это выше темпов строительства в СССР. Но предложение ограничено, так как часть фонда распределена по социальным программам для льготных категорий населения. На удешевление приобретения жилья, то есть на субсидирование, у правительства ушло в прошлом году более 1 миллиарда 500 миллионов рублей. И введено в действие на 44,4% больше домов, чем в 2010. Однако, у нас есть следующий гость, Геннадий Алексеевич. Я думаю, вам с ним будет интересно познакомиться. Ему есть что вам сказать. Известный шоумен Макс Радман считает, что ипотека – это зло и кабала. Встречаем, Макс Радман. Добрый день, Максим. Здравствуйте. Итак, Максим, почему ипотека – это зло? Я бы не сказал, что ипотека как таковая – это зло. Нынешняя ипотека – это зло. И нынешние цены на жилье – это зло. Человек попадает в кабалу однозначного. Купить надо квартиру? Надо. Ценник такой, что мама дорогая. Мы находимся по уровню, вот эксперты подсчитали, сколько лет надо накопить на квартиру. Так вот, мы находимся, где Албания, Никарагуа и Гондурас. Сразу вспоминается, не ту страну назвали Гондурасом. Как так? И ценник на ипотеку. Спасибо. И ценник на ипотеку. В Дании переплачивают за ипотеку в 1,11 раза. В России как минимум в 2 раза. У меня много друзей сидят на ипотеке, и когда день выплаты, у них паника. Доходы неравномерные, работу потерять можно в любой момент. И кормить банки вот за такие проценты, кормить строителей с их ценами. Никто не будет спорить, никто не будет отрицать, что строительство – это дико прибыльный бизнес. Иначе бы тот же Вадим Доронин, модное слово «девелопер», он бы не заполучил себе новыми Кэмпбелл. Это бешеные бабки, и на этом наживаются просто. Наживаются на нас в том числе. Этический маркетинг – это не для России. Да, у нас самые высокие, будем так говорить, процентные ставки. Но не забывайте, и стоимость жилья у нас гораздо ниже, чем в той же Германии, Франции или той же Америке. Ну, в Америке на сегодняшний момент она, конечно, ниже. А доходы? В несколько раз. Доходы, возможно, они, если убрать те налоги, которые оплачивает гражданин Запада или господин Запада, значит, они такие же, как у нас, приблизительно. Субтитры создавал DimaTorzok У нас есть гость, который поддержит, наверное, нашего ипотечного эксперта, Илья Дементьев, наш коллега, телеведущий, радиоведущий. Главный редактор сайта «Порт Амур» – Илья Дементьев. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, господа. Спасибо. Вот Макс Ратман говорит у нас, что ипотека – это кабала. Ты взял ипотеку, насколько я знаю. В общепринятом понятии, конечно, можно сказать, действительно, ипотека – это кабала. Но надо думать о будущем. У меня растет дочка, я не собираюсь остановиться на этом, буду продолжать расширять свою семью. Самое важное, что я оставлю детям. То есть, если я не возьму ипотеку, предположим, не буду защищен в качестве недвижимости, что я могу передать своим детям? В принципе, только на путстве и сказать, молодцы, так же сражайтесь, как папка, за правду и пытайтесь жить хорошо. То есть, пример с Максом, ну, проще, наверное, да? Я, Женит, я просто не женат, и детей для этой страны, рабов новых, я рожать не собираюсь. Это твое личное мнение. Это твое личное мнение. Сам по себе факт. Факт остается фактом, потому что у нас в Благовещенске стоимость снять квартиру порядка 15 тысяч, мы можем, грубо говоря. Сейчас я взял кредит, квартира еще строится, у Александра Николаевича строится квартира. Например, 17 тысяч я сейчас плачу, как только она построится, у меня будет 14 тысяч. Вы видите, одна тысяча, мне уже выгоднее платить ипотеку, чем снимать квартиру. Вывод какой? Все очень просто, потому что ипотека – это хорошо. Через день ты потеряешь работу, чтобы сделать квартиру? Я продам эту квартиру. Лед, и денег ничего не оставишь. Не, не, не. Я, наверное, пойду в зал. Не, 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 ни в коем случае. Там накопилась масса вопросов. Сейчас просто объясню систему, да, на счет того, что потерять квартиру, о, вернее, потерять работу специалисту, ну, действительно очень сложно. Я считаю себя специалистом, специалистом в определенной сфере, да, и я считаю о том, что я буду работать, я буду находить для этого деньги для того, чтобы платить. Поэтому, ну, я не считаю. Да, я поняла призиса, нету работы, все. Что, ты остался без квартиры, ты ее продал по ипотеке, да, все. Детям ты ничего не оставил, ты сам без квартиры, дети без квартиры, все. Вот, уважаемый оппонент, 2008 год, да, когда у нас был кризис непосредственно, да, который затронул отчасти Амурскую область, город Благовещенск, я стал зарабатывать больше. Потому что я понимаю, что вокруг кризис, вокруг тяжело, это значит, надо просто работать больше. Работаешь больше, это значит, есть вечерние работы, значит, есть ночные работы, да. Понятно, это усталость, это вообще. Но, тем не менее, возможность заработать у нас в России всегда есть. Я всегда считаю. Да, надо похлопать человеку, который готов работать, который хочет работать. А я бы хотел сказать такую вещь, что, вот, смотрите, ипотека, да, надо работать, и все. Илюш, и капец, где твои дети увидят папу? И жить, когда ты будешь жить. Когда ты будешь жить. Всегда. И мы обсуждаем, как ему заработать больше денег. Почему мы не обсуждаем, как жилье дешевле сделать? Ведь мы в начале программы говорили, что есть пути. Там, допустим, удешевить электроэнергию. У нас сейчас регион должен газифицироваться. Но почему-то он газифицируется только с 2015 года по плану. Почему у нас есть такой дисбаланс? Жилье дорожает. Есть же города, в которых квадратный метр стоит 30-35 тысяч. Почему мы не можем брать с них пример и снижать цену на жилье? Почему мы пытаемся заставить людей больше работать, чтобы они как можно больше платили? Сегодня вы знаете, что есть программы для учителей, для врачей, которые уезжают в село. А почему туда не поехать? И которые субсидируются миллион рублей и дают для того, чтобы построить жилье. Я с вами полностью согласен. Есть масса программ по переселению в село, по переселению в какие-то отдаленные районы. Почему я не поехал? Почему я не поехал? Почему я не поехал? Я по образованию буду международником. Что мне делать на селе? Это конкретно по вашей профессии. Я же не говорю, что вы... Ведь таких людей масса, их много. Я вообще говорю, что в целом, которые позволяют кому-то, можно ехать. Я говорю, а в целом молодежи? У меня вопрос тоже по ипотеке, кстати. Я фрилансер, модное сейчас слово. Я нигде не числюсь. Я зарабатываю от минимума в месяц до максимума. То есть я физически прийти ипотеку взять не могу, правильно? Ну, потому что вы не подтвердите официально свои доходы. Поэтому человек должен быть привязан к месту. Как только он привязывается к месту, он начинает всеми правдами и правдами держаться за это место. Вот, видимо, это банковский такой подход о том, чтобы стабилизировать. Должно быть, все-таки человек должен работать. Должна быть справка, соответственно, с места работы. Справка НДФЛ о том, сколько зарабатывает за последние полгода. И так далее, и так подобное. Макс, а ваш вариант как должно быть? Должно быть попроще, потому что, как-то пошутили, да? Ипотека. Десять поручителей по сто тысяч дохода в месяц каждый. Есть столько. Ребенка в залог? Хорошо, ребенка в залог. У меня второй есть. Попроще как-то все равно? Это шутка все равно с вашей стороны, я понимаю. Но вот давайте так. Вы дадите человеку совершенно со стороны один миллион рублей. Он придет и скажет, Бакс, дай мне миллион. Вот если у меня будет миллиард, и ко мне придет человек, которого я знаю хотя бы. Которого вы знаете, а которого вы не знаете совершенно. Нет. Ведь человек-то приходит и... Мы сейчас мешаем понятия, оставим коктейли для баров давайте. Вот есть банк, да, у которого служба безопасности и так далее, и тому подобное, который найдет в любом случае, правильно? Если это не какой-нибудь супермошенник. У нас же надо доказать, что ты не верблюд. Что предъявить? Что ты неешь колючки. Что предъявить? Даже служба безопасности найдет. Что предъявить? Подписаны документы. Какой документ? Что человек взял. Подписаны документы? Ну и что, а у меня не было тогда таких денег, если вот, как вы говорите, не подтверждены доходы. В суде, суд смотрит на факты, а не на то, что вот дали деньги просто. Ну согласитесь с собой. Вот если так, брать. Даня Иванович, вы хотите сказать? У меня вопрос просто простой очень. Вот я думаю о создании семьи. Я думаю о том, что у меня будут дети. Естественно, задумываясь опять же о детях, у меня простой вопрос. Сколько должен зарабатывать человек, чтобы в нынешней ситуации ему дали ипотеку на двухкомнатную квартиру со средней стоимостью? Чтобы его дети, когда подросли, могли жить не с родителями, спать, а жить в отдельной комнате хотя бы для начала. Вот вы жиритесь, придете ко мне, и мы будем рассматривать о предоставлении вам жилья по такой цене. Полтора миллиона рублей в двухкомнатную квартиру. Для первоначального взноса вам необходимо будет, ну соответственно, правильно вы говорите, от 300 до 500 тысяч рублей. Но, если вот к тому времени мы будем рассматривать эти 10 процентов, всего 150 тысяч рублей. Идите в банк, возьмите короткую ссуду. Приходите и будете получать ипотечные деньги. Если сегодня есть такие люди, которые вкладывают в ипотеку, значит у них есть не только деньги, но и планы на будущее. Это была программа «Вам слово». До свидания. Всего вам доброго. Спасибо.